КОТ В САПОГАХ ШАРЛЬПЕРА ПЕРЕСКАЗАЛ ИТ. Габи Был у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, которые бы живо проглотили все их небогатое наследство. КОТ В САПОГАХ Старшему досталась мельница. Среднему осел. Ну а уж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю и наследство. 1Братья, говорил он, могут честно зарабатывать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. 4А что станется со мною после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? 1Прямо хоть с голоду помирай. 9Кот слышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно, 9- Не печальтесь, хозяин. 6Дайте-ка мне мешок да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так уж обидели, 9как это вам сейчас кажется. 9Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей, 9как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. 9Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде. 9Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок и, 6придерживая его за шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. 9А в мешке у него были отруби и заячья капуста. 9Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь неопытный кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, 9как зол и коварен свет, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением. 9Долго ждать ему не пришлось, какой-то молоденький доверчивый простачок-кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. 9Недолго думая, дядюшка-кот затянул шнурки и покончил с кроликом безо всякого милосердия. 9После этого, гордо своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приема у короля. 8Его ввели в королевские покои. 1Он отвесил его величество почтительный поклон и сказал:" Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса, такое имя выдумал он для своего 8хозяина. 1Мой господин приказал не преподнести вам этот скромный подарок. 9- Поблагодаря своего господину, – ответил король, – и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие. 9Несколько дней спустя кот пошел на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. 9На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. 9Он живо затянул шнурки и понес обеих королю. 9Король охотно принял и этот подарок приказал дать коту на чай. 9Так прошло два или три месяца. 9Кот то и дело приносил королью дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом. 9И вот как-то раз узнал кот, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирался совершить прогулку в карете по берегу реки. 9Согласны вы послушаться моего совета? 9- Спросил он своего хозяина. 9- В таком случае счастье у нас в руках. 0Все, что от вас требуется, это пойти купаться на реку, туда, куда я вам укажу. 9Остальное предоставьте мне. 9Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе не догадывался, для чего это нужно. 9В то время как он купался, королевская карета выехала на берег реки. 9Кот со всех ног бросился и закричал, что было мочи, сюда, сюда! 9Помогите! 9Маркиз де Карабас тонет. 1Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу 4выручать маркиза де Карабаса. 1Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у господина во время купания воры украли все до нитки. 9- А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем. 9Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. 9Наряд оказался и впору, и к лицу, а так как маркиза без того был малый хоть куда, красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, 9стал еще лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе. 9Когда же маркиз де Карабас бросил в ее сторону два-три взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. 9Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. 9Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. 9Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. 9По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сена. 8- Эй, люди добрые, – крикнул он на бега, – если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят в куски, 9словно начинку для пирога. 9Так и знайте. 9Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна, – Чей это луг вы косите? 9- Маркиза де Карабаса! 9- В один голос отвечали косцы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами. 9- Однако, маркиз, у вас тут славное имение! – сказал король. 9- Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено, – скромно ответил маркиз. 9Между тем дядюшка кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел по дороге жнецов, работающих на поле. 9- Эй, люди добрые, – крикнул он, – если вы не скажете королю, что все эти хлебы принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте, 6всех вас изрубят в куски, словно начинку для пирога. 9Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поле они жнут. 9- Поле маркиза де Карабаса, – ответили жнецы. 9И король опять порадовался за господина маркиза. 1А кот все бежал вперед и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же, – это дом маркиза де Карабаса, – это мельница маркиза де Карабаса, – это сад маркиза де Карабаса, – 9король не мог надевиться богатству молодого маркиза. 4И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. 9Тут жил один очень богатый великан-людоед. 9Никто на свете никогда не видел великана-богаче этого. 9Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. 9Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. 9Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения. 2Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть. 9- Меня уверяли, – сказал кот, – что вы умеете превращаться в любого зверя. 9Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или слона. 9- Могу! – рявкнул великан. 9- И чтобы доказать это, сейчас же сделаю с львом. 9Смотри! 9Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу, хотя это было трудно и даже опасно, 9потому что в сапогах не так-то просто ходить под черепицы. 9Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху. 9А еще меня уверяли, – сказал он, – но уж этому-то я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных. 9Ну, например, сделаться крысой или даже мышкой. 9Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным. 1- Ах, вот как! 9Невозможным! – переспросил великан. 9- А ну-ка, погляди! 1И в то же мгновение превратился в мышь. 9Мышка проворно забегала по полу, но кот погнался за ней и разом проглотил. 0Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда. 5Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю, 0- Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! 0Милости просим! 0- Как, господин маркиз? – воскликнул король. 1- Этот замок тоже ваш! 0Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг! 0Да это прямо дворец! 0Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не выражаете! 2Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди. 0Все втроем они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин. 2Как раз в этот день людоед пригласил к себе приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке гостит король. 0Король был очарован достоинствами господина маркиза де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от маркиза просто без ума. 2Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза и, осушив пять-шесть кубков, сказал, 0- Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас. 9А я согласен. 4Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. 9А кот стал знатным вельмужей и с тех пор охотился на мышей только изредка, для собственного удовольствия.